Здравствуйте! В ближайшие полчаса о важном, что произошло в уходящие 7 дней. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. К сюрпризам природы готовы. В Хакасии идет масштабная проверка защитных сооружений. Дамбы – единственная преграда большой воде. Критерии меняются, инвалидность снимается. О новшествах в социальной сфере расскажет руководитель бюро медико-социальной экспертизы по Хакасии Оксана Струкова. Предложение ГАИ пользуется спросом. Более 11 тысяч водителей Хакасии, нарушивших правила дорожного движения, оплатили штрафы со скидкой. Юбилей отметил Виктор Бутанаев. Заслуженному деятелю наук и этнографу исполнилось 70 лет. Укрытие на случай угрозы. Наши корреспонденты побывали в одном из лучших бомбоубежищ республики и оценили его условия. Национальный костюм в современной интерпретации. Дизайнер Марина Мамышева впервые представила широкой публике все свои коллекции. В Хакасии разворачивается целая спецоперация по подготовке к весеннему паводку. Зима выдалась снежной. В некоторых районах норма превышена в 2-3 раза. Гидрологи и специалисты МЧС перешли на круглосуточный мониторинг снега в горах. Ну а власти тем временем проводят ревизию всех дамб. По прогнозам метеорологов, лед на реках может тронуться в первой декаде апреля. С подробностями Константин Кравцов. Дамба вокруг Абакана – настоящий щит от разгула стихии. Это сейчас, когда здесь стоит лед, еще можно спокойно прогуляться. Однако уже в середине апреля с приходом тепла вода может подняться на несколько метров выше моего роста. Всего же по Хакасии 91 гидросооружение. Большое и маленькое. Несмотря на довольно ощутимую цифру, все дамбы просто обязаны находиться в идеальном состоянии. Иначе все поплыли. Как уверяют специалисты, Хакасия в этом смысле уже подготовлена. Плановый осмотр республиканских дамб состоялся еще осенью. Работа проведена масштабно. Четыре гидросооружения мы отремонтировали. Порядка 20 сооружений у нас был проведен текущий ремонт. То есть раз после палатка 2015 года мы их немножко подремонтировали. Все сооружения готовы к пропуску палатка 2016 года. Свою значимость дамбы и плотины в очередной раз доказали во время наводнения 2014-го. Разумеется, не обошлось без разрушений, но при всем этом напор стихии удалось сдержать. И ни один населенный пункт не был подтоплен. С того времени система защиты практически не поменялась. По уверению специалистов МЧС, это говорит о том, что созданный комплекс мер работает. Работает он практически круглый год. Уже имеем мы первые факты реагирования на выход на ледевых вод. В основном это у нас Баградский район, Троицкая, Первомайская, Знаменка. Буквально вот на 8 марта у нас появились первые на ледевые воды. В принципе, обстановка пока достаточно стабильная. Предусмотрены у нас и работы по разрыхлению взрывным методом ледовой переправы Арбаты-Харачул. Планируется у нас два рыхления льда взрывным способом в Белом Яре в Алтайском районе и в Абазе. Остается добавить, что в очередной раз на проверку дамб гидрологи выйдут уже со дня на день. Там, где необходимо будет проведен срочный ремонт, на это федеральный и республиканские бюджеты выделили почти 30 миллионов рублей. Кстати, будет проведен и плановый ремонт. Это в деревне Луговая Аскизского района и Весеннее в Усть-Абаканском. Но состоится этот самый ремонт уже, скорее всего, летом или ближе к осени. Константин Кравцов, Игорь Брюханов, Вести, Хакасия. Еще один горький урок – это природные пожары. Власти Хакасии уже задумались, как избежать их весной. Комиссия по чрезвычайным ситуациям утвердила план подготовки к пожароопасному периоду. Учитывая прошлогоднюю апрельскую трагедию, когда тысячи жителей потеряли жилье и были даже человеческие жертвы, в этот раз контроль обещает быть жестче. Главы сел получили задание создать защитные полосы вокруг своих поселений. Кроме того, они должны очистить территории от сухой травы и мусора. В начале апреля в Хакасии пройдет воздушная разведка пожарной ситуации. Будут организованы и учения. И следующим месяцем на круглосуточное дежурство переходят спецслужбы. Кроме того, муниципальные власти смогут ввести полный запрет на разжигание костров. Кстати, оказалась и последняя новость от Рослесхоза. Ведомство планирует увеличить штрафы за несанкционированное сжигание травы и мусора. Для рядовых жителей они вырастут в 10 раз и составят 40 тысяч рублей. Для должностных лиц с 25 до 300 тысяч. Пока это лишь предлагаемые изменения в Кодекс административных правонарушений. Принять их или не принять, будут решать депутаты Госдумы. А вот водителям повезло. Они пользуются льготами от автоинспекции. Напомню, с нового года те, кто вовремя оплатит штраф, может сделать это с 50% скидкой. Такое послабление власти решили сделать из-за крайне низкой финансовой дисциплины нарушителей правил дорожного движения. Именно их неоплаченные штрафы составляют подавляющую часть дел, которыми занимаются судебные приставы. Теперь же те, кто вовремя придет в кассу, то есть в течение 20 дней, оплатят не всю сумму, а половину. В Хакасе этим правом воспользовалась треть нарушителей. По данным Республиканской ГИБДД со скидкой оплачены более 33,5 тысяч штрафов. Заметим, что акция не распространяется на водителей, севших за руль в нетрезвом виде или совершивших повторное правонарушение. И к продолжению темы нарушителей на дорогах. В Саиногорске водитель наказал двух автохамов. Видеорегистратор мужчины заснял, как две иномарки не пропустили школьника на пешеходном переходе. Сначала на ребенка вылетел джип, а затем и иномарка за ним. Мальчик успел отскочить и благодаря этому не пострадал. Поведение автохамов возмутило свидетеля, и он отправил запись в ГИБДД. Инспекторы быстро нашли героя видеоролика и выписали им штрафы по полторы тысячи рублей. В Саиногорске полицейские отметили, что это первый подобный случай в их практике. А теперь к вопросу, который волнует тысячи людей с ограниченными возможностями. В России с прошлого года изменились критерии оценки инвалидности. В региональном бюро медико-социальной экспертизы утверждает, что это не отразилось на количестве инвалидов. И лишь считанные больные выпали из их числа. В то же время несогласных с новой оценкой стало на 17% больше. В чем суть введенных критериев и кого они коснулись? Об этом мы поговорили с руководителем бюро медико-социальной экспертизы в Хакасии Оксаной Струковой. Здравствуйте, Оксана Гавриловна. Добрый день. Итак, мы начнем нашу важную беседу, важную для тысяч людей с ограниченными возможностями. Новые критерии определения инвалидности. Чем они отличаются от старых и почему их вообще решили ввести? Да, действительно, с декабря 2014 года вступил в силу новый приказ, которым утверждены новые классификации критерий при определении группы инвалидности. Этот приказ, он очень объемный и он включает практически все носологические формы, то есть все заболевания, которые мы можем увидеть в международной классификации функционирования 10-го пересмотра. Этот приказ был, и эти классификации были, они на выну, они были разработаны с учетом всего экспертного опыта и обобщен весь экспертный опыт за весь период существования и службы в ТЭК и МСЭ. На сегодняшний день мы можем говорить, что некоторые носологические формы, то есть некоторые заболевания, они, установление инвалидности при некоторых патологиях, они даже расширены. Это, например, при злокачественных новообразованиях. Там мы уже смотрим более длительный период динамического наблюдения, рассматриваются и устанавливаются группы инвалидности более на ранних стадиях самой патологии. Основные принципы при определении группы инвалидности остались прежние. Приказ только расширил, и, как говорят люди от Калининграда до Владивостока, был понятен всем. Сейчас экспертиза становится более объективной. Более объективной. Этот приказ и был создан, и эти классификации разработаны с целью объективизации нарушенных функций и систем, которые могут существовать вообще у человека. А что же вызывает тогда недовольство и вот эти бурные общественные споры? Я предполагаю, что это именно касается, вот мы еще не перешли, да, когда мы освидетельствуем наше детское население, когда ушли некоторые нозологические формы именно вот в этом возрасте, от нуля до восемнадцати. И в первую очередь вот в республике Хакасия на первом месте по инвалидизации среди детского населения являются врожденные аномалии. И из этого приказа как раз ушло врожденные аномалии такие, как это патология челюстно-лицевой области, это такая врожденная патология, как косолапость и врожденный вывих бедра. И на сегодняшний день мы работаем с февраля 2016 года уже по новому приказу, новым классификациям, я не буду конкретно уже останавливаться, но вот эти группы, которые были исключены, то есть были введены в 10-30%, при которых не определяется ни группа, ни категория ребенок-инвалид, они были введены в этот приказ 1024Н. Но опять же мы говорим о том, что не само заболевание, не сама патология, это группа инвалидности, а последствия. И даже введя вот этот класс врожденные аномалии в области, которые я сказала, они расцениваются при наличии тоже нарушений. Это у деток и белково-энергетические нарушения, это могут быть уродующие нарушения, это могут быть речевые нарушения уже на фоне проведенных реабилитационных мероприятий и реконструктивных операций. Давайте конкретизируем, какие все-таки дети, получается, сейчас выпали из этой группы. Да, мы сказали, выпали из этой группы в течение 15-го года при врожденных аномалиях таких челюстной лицевой области, это как в простонародье говорят, да, заячья губа, волчья пасть, это врожденная косолапость и врожденные вывихи бедра. Получается информация о том, что диабетики, люди прикованные к постели, тоже вдруг остаются без инвалидности, это неправда? Это неправда. У нас в республике этого нет. В республике нет, и я предполагаю, могу предположить, что на территории Российской Федерации этого не может быть. Что касается сахарного диабета, мы говорим, опять же, о том, что это не просто заболевание, это еще кроме того, что в первую очередь это образ жизни. Наши дети, имея такое тяжелое заболевание, это, как правило, инсулинзависимый диабет, они, конечно, защищены. И вот в этом приказе, что в 664, который сейчас с февраля утратил силу, что в 1024 Н, дети до 14 лет, имея такую патологию, в 100% случаев имеют категорию ребенок-инвалид. Во взрослой сети подход несколько иной, но он ничем не отличается от предшествующих классификаций. То есть наличие сахарного диабета, инсулинзависимый, потребный, инсулиннезависимый. При наличии осложнений, при наличии стойких последствий данного заболевания, они имеют группу инвалидности. Градация может быть различная. Получается, в целом, количество инвалидов, оно у нас уменьшается или остается стабильным в связи с этими новыми критериями? Мы опять сегодня, делая ретроспективный анализ тому, что происходит с накопленным контингентом инвалидов на территории республики, мы не можем говорить о том, что применение новых классификаций привело к тому, что снизилось количество инвалидов. Действительно, в 2015 году количество инвалидов снизилось почти на 2500 за счет взрослого населения. Детей всего уменьшилось на 11 человек. Но 2500 – это снижение, то есть каждый 14-й житель республики, мы сегодня говорим, является инвалидом. Но это соотносительно того, что мы имеем сегодня в накопленном контингенте, к числу численности вообще населения республики. Уменьшается численность населения, уменьшается из-за естественных процессов, да, могут быть миграционные процессы, могут быть внешние причины. И никаким образом это не связано, то есть наш анализ показывает с применением новых классификаций. Но на сегодняшний день количество инвалидов по сравнению с предшествующим 2014 годом, отдаляем еще на год, снизилось на 2500. Что ж, я благодарю вас за то, что вы нашли время и ответили на наши вопросы. Пожалуйста. Всего доброго. Спасибо. А сейчас о юбилее выдающегося ученого. 70 лет исполнилось накануне профессору Виктору Бутанаеву. Заслуженный деятель науки республики Хакасия Виктор Яковлевич – один из главных исследователей нашего времени. Сколько он объездил хакасских деревень в поисках информации, сколько опросил людей старшего поколения, знает только он сам. Но именно его труды по этнографии сегодня являются базой для молодых ученых. И повторения научного подвига, который он совершил в свое время, до сегодняшнего момента нет. Он написал 32 монографии и продолжает работать над новыми трудами по сохранению национальной культуры. Кроме того, профессор является автором большого хакасско-русского словаря и самостоятельно нашел возможность издать его. Официально отмечать свой юбилей Виктор Яковлевич будет в Бишкеке, где пройдет научно-практическая конференция по поводу его юбилея. Что ж, 70 лет для большого ученого не в возраст, тем более, когда наука нуждается в таком исследователе и патриоте своего дела. В эфире «Вести Хакассия» события недели и мы продолжаем. В четверг Хакасское отделение Русского географического общества провело ежегодное заседание Попечительского совета. Говорили о проделанной работе и о планах на текущий год. Одно из приоритетных направлений – это развитие просветительского туризма в республике. В частности, Госкомитет по туризму уже подготовил три уникальных маршрута по самым красивым и исторически значимым местам Хакассии. Продолжит Олеся Калиниченко. Хакасское отделение Русского географического общества – одно из самых молодых в России, но одно из наиболее активных. На территории республики были воплощены в жизнь и продолжают работать ряд интересных и значимых проектов. Так, РГО регулярно проводит мониторинг биологического разнообразия. Под эгидой общества реализуется масштабный проект по охране редких представителей семейства кошачьих «Дикие кошки» Южной Сибири. Но главное достижение – это создание федерального заказника «Позарым». С этой инициативой обращался я лично к Владимиру Владимировичу Путину, президенту. Поддержка, которую мы получили, позволила создать в республике новую особо охраняемую природную территорию, охватывающую традиционные места обитания снежного барса и других редких видов животных. Кстати, в декабре федеральному заказнику «Позарым» уже будет пять лет. Пять лет заказнику «Позарым» – это не единственная юбилейная дата в этом году. Четверть века исполняется первому заповеднику республики и 40 лет заповеднику Саяна-Шушенский. Чем не повод еще раз открыть для себя красоту природы Хакасии. Кстати, в этом году Госкомитет по туризму совместно с Русским географическим обществом разработал и открыл ряд новых туристических маршрутов, в том числе и по заповедным местам. Туризм на особо охраняемых природных территориях – это своя история. История каждого региона, природных каких-то объектов. Поэтому мы можем дать больше не только вклад в экономику, когда приезжает, но и узнавать свою Россию, познавать. То есть это и патриотическое воспитание, и экологическое воспитание. Достаточно разных аспектов, как детей, так и взрослых. На заседании попечительского совета ряды республиканского отделения РГО пополнились. Корочки членов Русского географического общества получили Ирина Смолина, Владимир Штыгажев, Елена Егорова и Елена Бабушкина. Сегодня хакасское отделение насчитывает без малого 100 человек. Олеся Калинченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Китайские теплицы больше не китайские. Кто там работает и много ли иностранцев приезжает в Хакасию? Об этом мы расспросили гостя нашей студии, руководителя Республиканского управления Федеральной миграционной службы Евгения Волкова. Также он расскажет о том, почему сейчас загранпаспорт получить легче, чем это было раньше. В прошлом году, насколько я помню, руководитель Республики потребовал, чтобы у нас ни одного китайца не осталось. Удалось ли это выполнить? Все ли у нас гладко в этом направлении? Работа проводится в данном направлении. Нельзя сказать, что мигрантов не было и не будет их. Все-таки Россия и Республика Хакасия достаточно популярный субъект для приезда мигрантов. Но проводимые мероприятия все-таки позволили намного сократить количество для тех же самых китайцев на тепличном комплексе. Только в прошлом году мы вывели свыше 150 китайцев, находящихся на тепличном комплексе. Если раньше их там можно, мы раньше считали тысячи, то теперь последние подсчеты пока что буквально там десятки остаются. Есть, конечно, они все въезжают легально, но остаются здесь на территории Хакасии уже нелегально. Тем более открыли у нас международный аэропорт, как вы знаете, и наши первые уже, по нашим подсчетам, порядка 43 человек уже въехали китайцев сюда, на территорию Хакасии. А что сейчас творится на китайских теплицах, если там не осталось китайцев? Последние рейды показывают, что большинство все-таки наших владельцев тепличных комплексов привлекают уже иностранцев из ближнего зарубежья, то есть стран СНГ. Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан. Но данные лица уже работают по патентам. То есть легализация какая-то есть. То есть он уже вышел из тени, заплатил налог в течение месяца, как сейчас, допустим, свыше 3600 рублей. И уже юридическое лицо, эллифтическое лицо его привлекает. Единственное, что только сейчас остается, что всякие, скажем так, законность посадок, сельхоз там и выдел земли, но уже показывают, что уже привлекает не китайцев, а других стран, где уже можно попроще их легализовать и не нарушая миграционного законодательства продолжать работу в тепличных комплексах. Но в целом, получается, от этих теплиц мы не избавимся. Они легализуются сейчас. Я думаю, что все-таки в целом мы не избавимся. Будут какие-то теплицы, но это будет уже не в таком большом массовом количестве, как раньше. И более-менее они уже узаканиваются и упорадочиваются. А в целом, много у нас в Хакасию заезжает иностранцев? Мы привлекательный регион? Достаточно привлекательный. Можно сказать так, что, хотя в прошлом году было снижение, но это связано с нашим и социально-экономическим, и мировым ситуацией, ну, порядка 13-14 тысяч китайцев, вообще, не китайцев, а иностранцев разной категории, въезжают на территорию Хакасии. Ну, за прошлый год где-то порядка 20% все-таки снизилось количество приезжающих. А с чем это связано, как вы думаете? Я думаю, что все-таки экономическая ситуация в стране. То есть, курс доллара, состояние, может быть, наше, что наших стало больше, наши, скажем так, работодатели стали больше привлекать наших граждан для каких-то там строительных работ или еще в разном направлении. Поэтому даже, получается, даже невыгодно привозить иностранцев. Но могу сказать, что больше стало туристов, которые приезжают сюда с целью именно тот туризм, который не тот, который в дипличных комплексах был раньше, а сейчас на те истинные туристы. И появляются страны уже интересные. Если раньше там, допустим, всякие, как там Конго, там Нигерия, допустим, там Франция, то есть больше уже такие как бы страны, которые там немножко, скажем, на слуху экзотически. Ну, если Таиланд, уже говорим, что там эти где-то массажные салоны открываются, привлекают массажистов. Евгений Викторович, по Вашим оценкам, сколько у нас сейчас находится иностранных граждан? Ну, по нашим подсчетам, если кто официально зарегистрирован, официально и имеет различный статус, это порядка от 3 до 5 тысяч человек. Больной вопрос всегда – это работа паспортного стола. Вот что там меняется? Такие же безумные очереди там? Могу сказать, что очередей уже нет. Ситуация тоже в стране немножко поменялась. Значительно сократилось количество выдачи загранпаспортов. Порядка на 75% мы снизилась. Ну, естественно, понимаете, сейчас Турцию уже не посещаем, Египет не посещаем. Многие силовые структуры уже как бы были там какие-то ограничения, не рекомендованы, рекомендованы. Поэтому загранпаспорта проблем получить уже нет. Российские паспорта. У нас работает сейчас многофункциональный центр в каждом районе, где можно спокойно сдать через единое окно. Работает госпортал услуг в электронном виде. Тоже можно спокойно сдать, только единственное получить у нас. В данный момент работа продолжается. И хотелось бы сказать, что в принципе уже 50% всех российских паспортов, которые для получения, идут через многофункциональный центр. И по электронным услугам, можно сказать, я могу даже немножко чуть похвастаться нашим субъектом. Достаточно популярна эта услуга, что подают документы через единый портал госуслугам. Свыше 2000 человек обратилось. Наш субъект, даже если взять небольшой, это мы сделаем столько раз госуслуг в электронном виде, как Забайкальский край, Бурятия, Республика Алтай вместе взятые. Мы на уровне практически Красноярского края оказываем услуги в электронном виде. Или наше население, или, допустим, население таких более больших наших соседей. Ну, видимо, так сложно все-таки людям помнят эти страшные воспоминания о походе в паспорт на стол на улице Черстыгашева. Я думаю, что это удобнее. На самом деле это удобнее практически у всех. Есть дома компьютеры, уже планшеты. Зашел, зарегистрировался. Тем более, госпортал много дает возможностей не только нашими услугами воспользоваться, но и другими услугами. Зашел, зарегистрировался, отправил документы. Пока пришел, получил и расписался. Какие новшества есть в выдаче паспортов с этого года? Что людям полезно знать? Ну, таких больших и нет. Но одно, можно сказать, что сейчас законодательство позволяет иметь второй заграничный паспорт. Десятилетний, имеется в виду новый, который биометрический. Дает возможность, если кто часто выезжает за границу, иметь два паспорта. Что ж, я благодарю вас за то, что вы нашли время и ответили на наши вопросы. Всего доброго. Спасибо. Руководство железной дороги идет в народ. На этой неделе в Абакане впервые прошла встреча с пассажирами. Все желающие могли задать наболевшие вопросы и высказать свои пожелания по поводу работы ЖД-транспорта. 2016-й Красноярская железная дорога объявила годом пассажиров и приготовила немало подарков. Тех, кто любит передвигаться по рельсам, ждут многочисленные акции и скидки на билеты. Так, плацкартные вагоны до 40%. Кроме того, руководство железной дороги до конца года проведет встречи с пассажирами во всех городах. Такого общения, когда можно напрямую задать вопрос руководству железной дороги, жители республики ждали давно. Так, в столице Хакасии нашлось немало желающих рассказать о проблемах в сфере железнодорожных перевозок, с которыми люди сталкиваются каждый день. В основном вопросы касались стоимости билетов. Оказалось, что многих также интересует, планируется ли организовать специальные туристические поезда. Но все же самая наболевшая тема – отмена поездов. Я про поезд спросила, который отменили. Иркутск. Иркутский, то есть идет он с Абакан, Иркутск. Сейчас его вообще отменили. Много учащихся, очень много. И с Саиногорска, я вот просто говорю, билетов вообще не взять было. Четыре вагона прицепных. И там за месяц, за два, за три все время в кассу обращаешься. Никогда билетов не было. К сожалению, поток настолько недостаточный для организации пассажирских перевозок, что мы вынуждены были отменить поезд, так как он является нерентабельным. На следующей неделе в Хакасии пройдет проверка системы оповещения населения. Сирены зазвучат во вторник, 15 марта. Включение внеплановое. Межведомственная комиссия Сибирского федерального округа заранее проверяет готовность республики к весенним рискам. Специалисты оценят и другие составляющие. Возможно, в поле зрения комиссии попадут местные бомбоубежища. Что это такое и как они устроены, решил узнать Виктор Лошников. В Хакасии еще остались бомбоубежища, но их не так много, как было, например, еще четверть века назад. В 90-е годы нерационально используемые площади, по мнению владельцев зданий, переоборудовали под мини-цеха, тренажерные залы, использовали их по другому назначению. По данным Республиканского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, специальные защитные сооружения есть только в трех городах Хакасии. Абакани, Черногорск и Саиногорск. Всего их 44. Содержатся за счет бюджетов предприятий. Одно из самых лучших находится под производственным цехом железной дороги. Здесь герметичные двери, есть два бака для питьевой воды и система вентиляции. Если наружный воздух будет заражен, то запускается система фильтрации. Особый период режима, то есть на военное время, люди укрываются здесь до трех суток. И данное защитное сооружение приводится в готовность в течение 24 часов. По распоряжению МЧС. Рассчитано это убежище на 100 человек по полквадрата площади на каждого. Перед использованием укрытия в нем смонтируют трехуровневые нары с деревянным настилом. Матрасы и коврики люди должны принести с собой, так же, как и запасы еды. Причем прямо отсюда они будут выходить в свои цеха. Они продолжают работу в военное время, они не подлежат эвакуации, а подлежат рассредоточению. То есть они не уезжают далеко от города. И, еще раз повторяю, перейдя на двух сменный вариант работы, продолжают работу в особый период. При необходимости, если здание вдруг будет разрушено, люди смогут выбраться из подвала через запасной эвакуационный выход на улицу. Добавим, что речь идет о важных предприятиях, которые имеют специальные оборонные заказы от государства. Только их персонал по существующему законодательству укрывается в бомбоубежищах. Население при необходимости может спастись в подвалах жилых домов, кинотеатрах, а в сельской местности – в частных погребах. Виктор Лушников, Сергей Казьмин, Вести Хакасия. Что такое хакасская мода, увидели зрители концерта, прошедшего в среду в Республиканской филармонии. Театр моды «Алтыр» впервые представил все коллекции своего основателя Марины Мамышевой. Конечно, ее костюмы не для повседневной носки, но своим трудом художник-дизайнер положила начало такому явлению, как этномода в Республике. Наши впечатления с модного показа в следующем материале. Русский гламур – это простота и изящество линий, спокойные цвета и натуральные ткани. Первая коллекция Марины Мамышевой, созданная 8 лет назад, произвела впечатление на самого Славу Зайцева, а в самой Марине утвердила желание заняться этномодой. Ее хорошо поддержала министр культуры, и начинающий дизайнер получила целый театр моды «Алтыр». С его участницами сегодня ассоциируется не просто национальная мода, но сама хакассия. В правительстве это понимают, и, к примеру, последняя коллекция свадебной той была создана при финансовой поддержке главы хакассии. Без этого дорогие шелка и меха для нарядов не приобрести. Там очень богатая отделка. Это мех, каракуль, как в наших старинных костюмах. Затем ткани мы привозили из Монголии, то есть фурнитуру, аксессуары какие-то. Это привозили из Новосибирска, то есть создавали. Потому что это очень дорогостоящий проект, но это требует, мне кажется, на сегодняшний день таких вложений. Сама дизайнер признается, она не воссоздает национальный костюм в соответствии с исторической правдой, но лишь заимствует некие линии силуэта и часть традиционных украшений. В старинной хакасской одежде заложено много смыслов. Многие из них утеряны, и чтобы воссоздать их, требуется большая исследовательская работа. Творение Марины Мамышевой – это только стилизация, ведь мода не стоит на месте, и национальный костюм тоже должен быть современным. Шелк натуральный, тофталь, присутствуют украшения каури, вот такие стразики, как сказать. Ну, тоже по-своему интересные моменты. Касаемо внесения таких цепей, то есть это как бы вот эти струйки, воздушность какой-то, некой динамики. Сегодня без участниц театра моды «Алтыр» не обходится ни одно торжественное мероприятие или поездка правительственной делегации за рубеж. В первую очередь, эта одежда не для рядового выхода. Но даже самим моделям очень хочется иметь нечто подобное для себя. Очень комфортно. Мы иногда примеряем костюмы, и хотелось бы даже в этом костюме выйти в общество куда-то, пройтись по улице. Некоторые курточки, даже мы себе, когда увидели, что Марина пошила эту коллекцию, даже захотели их Марину заказать, потому что это, мне кажется, очень здорово и интересно. И хотелось бы в нашем городе Абакане, даже непосредственно в Хакасии, видеть, чтобы некоторые девушки выглядели в таких нарядах, потому что, мне кажется, это очень красиво. Массовое производство этно-моды, и чтобы пустить народ таким образом, чтобы и по цене было, и по качеству, и, соответственно, в повседневной одежде, там совершенно другой подход и совершенно другая концепция. Именно в создании, в проектировании коллекции. Это кажется, многие ошибаются, что это кажется просто, но, мне кажется, это иногда сложнее, чем создать эксклюзив. По сути, театр моды «Алтыр» занял очень перспективную нишу. Одежда – это жизненно необходимая потребность каждого человека, а если она имеет национальный колорит, это особая ценность. Наверняка прошедший показ вдохновит кого-то и зрительниц, и они захотят сшить себе нечто подобное. В этом и будет заслуга «Алтыра» – задать хакасскую моду и помочь ее развитию. Марина Конодакова, Игорь Брюханов. Вести Хакасия. События недели. И на этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова